Всем большой привет! И сегодня я хочу с вами поделиться одной посылкой из китайского сайта. Это, опять же, посылка с очень дешевого сайта, но, по-моему, этот сайт уже немножко другой, чем тот, о котором я говорила в своем предыдущем влоге. Но, в принципе, ассортимент там повторяется практически, как и на каждом китайском сайте. Но те вещи, которые я заказала, были действительно забавные, и, может быть, они вам понравятся так же, как и мне. Итак, если вы заинтересовались, то поехали! И недаром, если вы заметили, здесь у меня что-то фиолетовое в углу экрана, потому что это вот такие подушечки в виде смайликов, которые мы все время используем при переписке. Другими словами, эмодзи. Я заказала шесть разных подушечек, выглядят они просто бомбезно, но вообще очень милые, очень прикольные. И они мягкие, на них удобно лежать. Если, например, вы просто валяетесь, я не знаю, на диване, одной подушки вам не хватает, то вот эта подушечка прекрасно подходит под голову, и у вас голова никуда не проваливается. Вы можете так спокойно и почитать, или пошариться в телефоне. Я обычно перед тем, как иду спать, я или проверяю еще раз почту в телефоне, или еще шарюсь, или играю во что-то, или могу почитать. И вот с такой подушкой, ну просто идеально. Всем они понравились. Моя дочь от них тоже без ума, она уже себе определила несколько штук, любит с ними играться. В общем, вот такие вот классные подушечки. Следующая вещь для дома с этого же сайта, это были гирлянды. Я заказала себе три гирлянды, и на них обратили многие девочки внимание. Они многим очень понравились, когда они у меня мелькали на заднем фоне в видео. И две гирлянды я заказала белого цвета, а одна гирлянда у меня желтого. Сейчас на грядущие праздники, они как раз кстати, и я хочу сказать, что на этом сайте они были ну просто супер дешевые. Потому что я знаю, если заказывать даже в интернете, они обходятся в два, то в три или в четыре раза дороже. В Ikea я смотрела тоже, цены поднебесные там за каких-то 10 метров требуют уже, я не знаю, какую сумму. Эти гирлянды замечательного качества, они нисколько не уступают гирляндам из обычных магазинов. И как только они мне пришли, первым делом я конечно же их проверила, все ли горят лампочки. И все было в полном порядке. У каждой гирлянды даже есть такой маленький пульт управления с кнопочкой, на которую ты нажимаешь и можешь регулировать, как должны переливаться гирлянды. Конечно же я не могла себе не заказать кое-что из косметической области. И хочу вам сейчас первым делом показать вот такую подставку для кистей. Если вы их помыли, то можете их сюда втыкать и они будут кверх ногами вот так специально висеть и сушиться. Довольно хорошая вещь, ничего плохого не могу сказать, но все же имеется одно но. Я еще специально оставила упаковку, не стала выбрасывать. Дело в том, что на сайте и на упаковке написано и нарисовано даже, что это подставка черного цвета. Вы посмотрите, как выглядит эта подставка, которая лежала в упаковке. Черным цветом даже не пахнет. Такое ощущение, что на фабрике они просто быстро-быстро сварганили вот эту подставку и даже не покрывая лаком засунули быстро в упаковку. Именно в таких деталях и проявляются минусы китайских сайтов. То есть не все то золото, что блестит или что стоит маленькие деньги, потому что действительно на фотографиях выглядит все красиво и безупречно. А когда приходит вот такое вот, потом, конечно же, и в принципе не нужно удивляться, что стоила эта вещица недорого. Но свою функцию она хорошо выполняет. Я ее сама придется самой покрыть ее лаком. И ее также можно быстренько убрать, то есть если она вам мешается, где-то стоит, вот эта штука снимается, вот эта тоже разбирается. Вот так собрал и куда-нибудь убрал на полку. Но еще это были пару спонжиков, которые специально предназначены для нанесения тональной основы. В принципе, ничего особенного стоили. Они, по-моему, доллар с чем-то. Один вот фиолетового цвета и два таких мини-спонжика. Выглядит очень мило и ими даже удобно работать. То есть особенно под глазами, например, если вы хотите растушевать консилер или что-то наподобие, к ним придраться не могу. Совсем малые деньги стоят и справляются со своей работой. Ну и напоследок я там заказала еще пару вещей. И этот свитшот, который вы видите сейчас на мне, именно с этого сайта, он оказался, на мое удивление, очень теплым. И он приятно прилегает к телу. Ткань очень приятная. И вот сейчас как раз на осень и на зиму очень хороший, теплый и бюджетный вариант. С забавным принтом, поэтому им я осталась довольна. И заказала две вещи для Аннабель. В этот раз я не стала заказывать себе миллион нарядов. И первое это вот такой костюмчик. Он состоит из свитшота и полосатых брюк. Но на фотографии эти брюки смотрелись более стильно и более красиво. А пришли вот такие клоунские штаны почему-то. А свитшот нам очень понравился. Аннабелька его уже надевала несколько раз в садик с джинсиками. Я его уже стирала. В принципе все держится, ничто здесь не отклеивается. И он не слишком толстый, не слишком тонкий. То есть когда ребенок бегает, прыгает, в нем не слишком уж и потеет. И вот такое белое платье. На самом деле это не платье, а блузка. Но я специально заказала его на два размера больше. И оно пришло вообще огромным. И Аннабель оно как платье. Но под низ, если надеть какую-нибудь беленькую маечку. И с какими-нибудь леггинсами или джеггинсами. Сверху я надевала ей меховую жилетку. И выглядело это все довольно мило. Аннабель вообще без ума от этого платья. Она обожает разные платьица. И это все, что касается посылки. Если вы вдруг заинтересовались кое-какими вещицами из тех, что я вам сейчас показала. То все ссылки на них я оставлю в инфобоксе. А мы увидимся с вами в следующих видео. И всем большое спасибо за внимание. Всем пока!